Разберем одну из самых красивых систем, которые возникают при адаптации к вентиляции никаких птиц. Птицы происходят от рептилий. Легкая рептилия, помните? Да. Сколько там перегородок можно поставить? Внутри легкого. Маленький. Малый. Малый? Да. Ага. И вы говорите, что помните легкая рептилия. Принцип гармошки, помните? Да. Мешают ли при вентиляции за счет принципа гармошки внутренние перегородки в легком? Нет. Никак не мешают. Какая может быть внутренняя площадь? Поверхность. Огромная. Огромная. И, соответственно, газообмен может идти очень эффективно. У рептилий за счет чего происходит смена воздуха внутри легкого? За счет горток. Это как у лягушки. А у рептилий-то почему воздух меняется в легком? Из давления. Из давления где? Перепад давления. Где? Внутри легкого или снаружи. Снаружи относительный пульс. Нет. Это гармошки и в окружающей среде. Ага. А гармошка по отношению к телу зверя. Что такое? Фулт и рептилий. Нет. Как это называется? Ребята, без названия в морополоке ничего не бывает. Вот запутались. Хотя бы минимум названия знать надо. Где легкие-то расположены тела? Где-где? Огромная клетка. А что там находится? Сердце легкое. Как называется то место, где расположены сердце и легкие? Грудно-клетки. Объем грудной клетки заполнен мышцами, кишечником. Хорошо. Я убрал сердце и легкие стены. Что в этом месте осталось? Мешочек. Мешочек. Как называются мешочки в теле? Полости тела. Полости тела. Так где находятся у нас легкие и сердце? В полости тела. Ага. Плюс это не просто в полости, а в авторичной полости тела и лицеломия. В ее переднем теле. Вот в этой пещере как раз и расположены легкие и сердце. Славно. А ребра входят в конструкцию стенок полости тела. Это понятно? Да. Вот, ребята, эти названия, если хотите разобраться, конечно, запомните обязательно. Поэтому движение ребер приводит к раздвиганию или сдвиганию стенок полости тела. Что ведет к изменению давления внутри полости тела. Хорошо. Ну, а теперь придется нам еще раз освежить строение легкого рептилия. Сделаем их очень схематично. Так. Вот я наставил перегородок. От них пошли дочерние перегородки. Суммарная площадь внутренняя очень большая. Сюда пропустим к этим стенкам кровеносные сосуды. Получил большую площадь из-за днём. Теперь, если у нас вот здесь, помечаю крестами, давление упало, что будет с каждым из этих секторов? Хорошо. Раскину. В результате, по вот этому пути воздух втянут. Да. Втянут. Новые порции кислорода подойдут к кровеносным сосудам. Подойдут все чудесно. Только у некоторых рептилий происходит вот какая-то история. Обратите внимание. Вот этот участок стенки лёгкого образовал вот такой выступ у здравоущего. Так. Значит, таких выступ, как правило, урывает место. Называются такие выступы тут воздушные мешки. Воздушные мешки известны у многих современных. Рептилий, допустим, у хамелеонов. Про хамелеонов слышали? Да. Отлично. Но хамелеоны, для достаточно странного дела их используя, они при их помощи шипят. Ни для чего другого толпового, вроде бы, им воздушные мешки не нужны. А птицы, точнее, прептилий птицы, совершенно гениальное использование воздушных мешков. Получили, да? Разбираемся. Значит, ясно, что воздушные мешки – это выростки из лёгкого, так? Да. При этом, обратите внимание, вот на этом примере. Воздушный мешок может быть свой ход, а вот это – свой выход. Это два разных отрезка. Отлично. Ну вот теперь разбираемся. Тело птицы. Вот там шея-голова. Мне эта схема нужна, поэтому я её так и не убираю. Можете представить себе, там полугучно. Да. Вот круглый. Хорошо. Вот идёт главный воздуховодный путь – трахея. Вошёл в переднюю часть полости тела и разбился на две трубки – бронхи. Бронхи должны вести в лёгке. Но ситуация оказывается хитрая. Вот лёгкая. Вот вашу угром. Обратите внимание, бронхи ведёт в нормальные участки лёгкого или не ведёт? Не ведёт. А он куда ведёт? Мешки. В воздушные мешки. Итак, вот лёгкая. Ну, там второе лёгкое в глубине за доской. В результате воздух прошёл сквозь лёгкое по ветвям бронха и оказался в задних воздушных мешках. Вот они, задние воздушные мешки. А дальше. Помните, что у воздушного мешка может быть свой вход и свой выход? Да. Вот это входы. А у них есть ещё и выходы. А вот выходы ведут в самое лёгкое. Так, внутри лёгкого выходы делятся, ветвятся на огромное количество трубочек. Ну, чем больше ветвлений, тем тоньше трубочки и тем больше площади стенок. Это понятно? Отлично. То есть, попасть в эти трубочки, называться эти трубочки будут трахеиды, можно только из задних воздушных мешков. Другой дороги нет. Догадайтесь, куда будет попадать воздух, пройдя трахеиды. А лёгкая из трахеицы стоит. Это и есть заполнение лёгкого. В кровь всё равно, в кровь всё равно, в кровь всё равно. В кровь всё равно. В кровь всё равно. Нет, 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 в кровь. Кровеносные капилляры идут как раз вдоль стенок трахеиды. А трубочки после этого сливаются вот так. И образуют что? А что это за выросты такие из лёгкого, тоже за полный воздух? Это же мешки. Мешки. Только где они будут находиться? Вот это задние. А передние. А это стены передних воздушных мешков. Вход в них из лёгкого. А выход из них вот сюда в кровь. Зачем так сложно? А сейчас увидите. А сейчас всё увидите. Я же говорю, это одно из самых неожиданных и красивых решений. Проблемы к замене. А теперь про птиль, грудину, птиц. Помните? Да. И помните, что я говорил, что на самом деле мышцы, поднимающие кругу, проведены не так. Вот сейчас вы увидите почему. Давайте мы на эту схему пробуем поставить ключевой сустав. Вот он вот так. Так как пошла ключевая кость, там круглый. Да? Угу. В сторону живота каракоиды идут? Да. Да. Вот они, два мощных каракоида, которые укидывают грудную клетку от сдаживания. Вот они. Один здесь, с стороны глаз, а другой так, в глубине доски. В кого убираются каракоиды? В грудину. Вот грудина. Ну, с этой стороны есть киль, мы его не рисуем. К нему, собственно, крепится полетная мускулатура. А теперь показываю, как же устроена мускулатура, поднимающая кругу. Неподвижный ее конец закреплен здесь же, в грудине. Получается, вроде бредя. Если у вас сократится вот мышца, имеющая один конец у плечевой кости, второй конец у грудины, что сделает плечевая кость? Она не умеет сжиматься. Вот. Поднимите сюда кости. Поднимите. 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 У вас вот этот отрезок сократился. А это мышца, которая должна поднимать плечевую кость. Поднимать крылья. А посмотрите, как все сделано. Увеличиваем вот этот узел. Ключевую кость. Вот ключевая кость. Вот сухожилие от мышцы, опускающей крыло. Вот ключевой кость. Так. А вот каракоид. Вот он пошел. Обратите внимание, есть вот этот вырост каракоида, поднимающийся выше ключевого сустава. Вот он поднялся. Вот идет мышца, которая должна поднимать крыло. Она там снизу прикреплена к грудине. Вон она. Ее сухожилие прошло за каракоидом. А дальше? А дальше оно вот через это в жопу перекинулось. И переросло кости отсюда. Через блок. Такой блок физики, понимаете? Система, позволяющая изменить направление усилия. В результате, если эта желтая мышца сократилась, крыло будет подниматься или опускаться? Подниматься. Подниматься. Вот этот канат тянет плечевую кость вот в эту сторону. Если оно проходит именно вот так вот. Да. Понятно? Это понятно. Теперь разбираемся, зачем это надо. Потому что это вот зачем. Мышцы, поднимающие крыло, вот эти, на этой схеме желтые, прикреплены вот здесь. Вот это все. А теперь птичка полетела. Птица поднимает крыло. Какие мышцы напряжены? Левые или травы? Левые. Левые. Грудина качнулась вот в эту сторону. Вот так. Что с давлением в этой части полости тела? Грудина качнулась. Повысилась. Повысилась. А в этой? Понизилась. Понизилась. Если в этой части давление понизилось, как поведут себя задние воздушные мешки? Мы вокруг них понизим давление. Суши. Расшириться. Расшириться и втянут в себя воздух, ведь дорога в них прямо на страхе. Они втянули в себя воздух. Теперь. Птица опускает крыло. Значит, что будет с положением грудины? Она качнется в эту сторону. В этом случае что с давлением в этом секторе? Уменьшилось. Увеличилось. Уменьшилось. Куда пойдет воздух из задних воздушных мешков? Передние. Передние сквозь чего? Страхеи. Сквозь трахеиды. Воздух протолкнется сквозь легкие. А из передних воздушных мешков выход куда? Наружу. Наружу, на улице. В результате легкая птица вентилируется за счет работы полетной мускулатуры. Если она не летит. Вот. А если птица на земле, то дышит она совершенно так же, как ее предок. Как рептилия. Потому что у нее есть межребельная мускулатура и она просто двигает ее предок. А вот когда заработали крылья, понятно, что начал работать вот этот насос. Вот этот насос обладает совершенно гениальной возможностью. Обратите внимание, это археида, это сквозная трубочка. Да? При этом в какую сторону всегда идет воздух в легком птице? И во время вдоха, и во время выдоха. Нельзя вводить в более высокую выдоху. Наружу. Это понятно. Вот давайте посмотрим вот как. У нас, на самом деле, не только у млекопитающих. У всех, кроме птиц. Как двигается воздух? При вдохе. Входит плевка, при выдохе? Выходит. Выходит. То есть сначала у головы, потом к голове. О головы, к голове. Все время меняет направление движения. Да. А у птицы будет ли такая перемена в направлении движения? Нет. У птиц воздух всегда идет только в каком направлении? Давайте смотреть. Сначала он втягивается в какие мышки? В задние. В задние. Улица связана с задними, вход через задние. Да. А выход через какие? Через передние. Через передние. В каком направлении всегда идет воздух в легком птице? К голове. К голове. Может ли он изменить направление? Нет. Нет. Никогда он не идет обратно. Почему это настолько важно? По химии проходили, что такое противоточное обогащение? Нет. Нет. Не проходило. Такой диффузии не забыли? Да. Ага. Для разминки мозгов, чтобы не засохли. А в каких единицах вы предложили мерить скорость диффузии? Единицы измерения для скорости диффузии? Скорость смешивания вещества. Любая скорость – это что такое? Молча подумайте. Тихо. Молча подумайте. Это отношение всегда к чему? К пути к времени. Нет. Ну, это скорость перемещения. А. Пути к времени. Хорошо. Бывают люди медленно думающие и быстродумающие. Скорость мышления – это отношение к чему? К чему? К чему? К чему? Количество решенных задач к чему? Ко времени. Ко времени. Отлично. А бывает ли скорость химической реакции? Да. Бывает ли это отношение к чему? Масса произошедшего вещества ко времени. В каких единицах мы будем мерить скорость диффузии? Перемещение. То есть, здесь скорость смешного вещества ко времени. Отношение количества прошедшего вещества ко времени. Понятно? Да. Отлично. Вот теперь можно начинать. Итак. Берем ситуацию, когда у нас есть две трубки. Вот они. Так. По этой трубке у нас идет, допустим, воздух. А по этой трубке идет жидкость, которую мы хотим передать воздух. Ну, кровь. Хотим насытить кислородом. Так. Вот эта стеночка, общая стеночка для них, для кислорода проницает. То есть, нее дефонировать можно. Так. Кровь, которая перешла вот в эту трубу, вернулась из тела не сколько кислорода? Ну, минимум. Миниум. Она сколько могла отдавать. Так. А это воздух, пришедший с улицы. В нем сколько кислорода? Много. 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 Ну, на самом деле, физиологический максимум. Реально больше просто... Хорошо, конечно, так уж, но его нет. Так. Отлично. В результате разбиваем участок взаимодействия на нескольких участках. Первый, второй, третий, четвертый и дальше. На первом участке вверху концентрация кислорода велика, здесь очень мало. Что со скоростью диффузии на первом участке? Кислорода мощно диффундируют в кровь. Обратите внимание, когда пункция воздуха и крови продвинулись на второй участок, что с концентрацией кислорода в крови? Правильно? Она слабая. Повысилась. А с концентрацией кислорода в крови? Поднизилась. А не повысилась. Что с величиной дыркой? Разница? Уменьшилась. Уменьшилась. Как изменится скорость диффузии? Уменьшится. 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 На третьем участке? Еще уменьшится. Еще меньше. Остаточная диффузия. А дальше хоть какое-нибудь насыщение пойдет? Нет. Все. Привет. Отлично. А теперь слегка меняем ситуацию. Те же самые две трубы. Воздух идет вот в эту сторону. А кровь идет вот в эту сторону. Противоток. Противоток. Два потока направлены на встречу друг другу. Вот точка входа крови. Кровь приходит из тела. Сколько в ней кислорода? На. 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 Дельта опять сохранилась, на следующем участке. Понятно, ребят, что по всей линии контакта дельта сохранится, а значит диффузия пройдет только на участке, как здесь, или по всей линии. Вот это принцип противоточного обращения. Он позволяет перевести максимальное количество вещества из одной системы к другую. Но он будет работать только в одном единственном случае. Если у вас есть постоянно направленные потоки, если направление потоков не меняется, а если у вас то в одну сторону, то в другую сторону, можно ли использовать преимущество противотока? Нет. В нашей системе вентиляции, когда воздух вошел, вышел, вошел, вышел... Нельзя использовать это? Нельзя использовать. А у птиц можно, потому что все время в одну сторону. Вдыхательная система птицы, используя принцип противотока, извлекает кислорода из воздуха вдвое больше, чем вдыхательная система млекопитерских. Точнее, все время вдыхать. Нет. Вдохом все-таки называется механизм не обогащения кислородом, а втягивания воздуха к телу. У птиц есть вдох. Это втягивание воздуха в задние воздушные мешки. Есть ли у птиц выдох? Нет. Есть. Выталкивание воздуха из передних мешков. Но меняется ли при вдохе и выдохе направление движения воздуха? Нет. А вот направление движения воздуха всегда остается постоянным. Поэтому работает принцип противоточного обогащения. Это понятно? Ура! Таким образом мы получили свой общий диагноз, то есть общую раскладочку признаков, позволяющую, на самом деле, конечно, не очень подробно, мы не разбирали пищеварительную систему, а у птиц масса своих припопадок с пищеварительной системой. Продолжение следует...